И всем привет, ребят! С вами Мистер Ваник, я сегодня записываю новый ролик. Сегодняшний видеоролик посвящен открытию замечательных ультраконтейнеров, ну и подведению итогов первых выходных НЛОшных, которые были привязаны к довольно интересному ДМ-спецрежиму, ну и хорошим, бомбическим метеоритикам. Скатаем сегодня одну каточку, ну и ближе к концу данного видоса уже полноценно откроем ультраконтейнеры, на этот раз у меня их целых 10 штук, именно такое количество можно было получить с супермиссии, и я, честно говоря, был даже в какой-то мере удивлен тем, что такое приличное количество ультраконтейнеров в этот раз нам засунули. Раньше всегда у нас там цифра коварировалась около семерочки, ну а тут разработчики хоть и сделали чуточку потяжелее миссии, хотя, ну, я бы даже, наверное, поспорил, тяжелые они или нет, но дали целых десятку ультраконтейнеров, надеемся на то, что с них что-нибудь хорошее дропнет. Ну и если уж подвести какой-то минимальный хотя бы итог самого ивента, то я бы сказал, что он прошел, ну, первая часть, да, как бы у нас еще он не закончился, но первая часть прошла очень даже неплохо. Посмотрим, что будет со второй ДМ-кой, в которой не будет овердрайвов, но эта ДМ-ка с голдами, с тем подбором карт, который был у нас. Я, в принципе, был согласен, да, все карты довольно неплохо подходят под ДМ-спецрежим, в котором можно нормально набивать киллов и зарабатывать кристаллов, да, не было какой-то никчемной карты, на которой, ну, не по кайфу, не комфортно играть, особо много киллов не дашь, да. То есть у нас был Соликамск, был Йоркшир, который я хоть не особо сильно люблю, но эта карта все-таки фармовая для ДМ-очки. Ну и Кунгур, Кунгур это вообще для ДМ, как по мне, одна из самых лучших карт. Если бы там еще бы не 24 игрока было бы, а где-нибудь около бы 40, я думаю, что там бы такая бы жесткая мясорубочка была, и я бы там бы вообще 24 на 8 бы катал бы. Ну а так, в общем и целом, все равно неплохо, мне понравилась данная спецрежимная ДМ-очка. Ну и супермиссии, за исключением 300 овердрайвов, все были тоже довольно-таки простые. Что касаемо 300 овердрайвов, здесь мне понадобилось потратить побольше времени. Под конец даже приобрел Крусейдера, которого у меня до сих пор не было М4, ну или М8, кому как удобно. И я его уже выкачал полноценно, и сумел все это дело красивенько добить. Вчера вечером получил 10 ультраконтейнеров, ну а сегодня у нас как бы уже полноценный перерыв между ивентами. Да, то есть у нас как бы ивент пятница, суббота, воскресенье, есть небольшой перерывчик. Ну и второй спецрежим ДМ-ки будет уже без овердрайвов. Я думаю, что это тоже привнесет какие-то интересные эмоции. Не знаю, что там касаемо дронов, будут они или нет, но если там и дронов не будет, с повышенным шансом выпадения золотых ящиков без дронов и без овердрайвов, я думаю, что это было бы вообще очень круто в плане метеоритов. Да, то есть там бы скорее всего преимущественные игроки бы играли бы на васпиках, чтобы быстро бы забирать эти золотые ящички. Ну и если было бы много васпов, то соответственно и много киллов можно было бы набивать такой ДМ-очки. Но пока что у нас ее еще нету, целых 4 дня у нас до этой ДМ-ки остается, поэтому особо сильно гадать я думаю, что нету смысла. Будем ждать, а там уже когда она появится, посмотрим, насколько она будет интересная, будет ли она вообще лучше этой ДМ-ки, которая у нас была, потому что я считаю, что все-таки данная ДМ-ка хоть и не на все 100% зашла, но те, как я уже сказал, миссии, которые были и те карты, которые были на этом НЛУ-шном спецрежиме, меня более чем порадовали, и это бывает крайне редко, потому что очень часто у нас добавляют какие-нибудь там, ну не знаю, там Вольфенштейны, да, то есть еще что-то, что не совсем как-то хорошо подходит для ДМ-режима. Ну и если ты за одну ДМ-очку можешь забирать где-то около 6000 кристаллов, плюс у нас обновили максимальное количество киллов, да, то есть если раньше у нас была 30-ка максимум и начинался новый бой, то есть было много досрочек, и за счет этого вы не совсем большое количество кристаллов могли заработать, то есть сейчас у нас сделали в ДМ-ке до 50 киллов, и это, ну, очень неплохо, да, то есть когда ты с одной каточки можешь где-то по 6000 кристаллов забирать, плюс если там повезет еще каких-нибудь пару-тройку голдиков, то в общем и целом получается очень неплохая сумочка. Также у нас помимо ДМ-ки обновили все обычные режимы, да, как хотел сказать, спецрежимы, те обычные режимы, то есть увеличили количество где-то флагов, где-то мечей, где-то киллов, да, кто-то говорит о том, что это плохо, здесь тем, что меньше досрочек дольше играть и дольше набивать звезды, но если я сужу с точки зрения того, что можно зафармить побольше кристаллов, то все-таки я больше доволен тем, что будет меньше досрочек и возможность забирать по пятерочке, шестерочке за бой, возможно делать какие-то новые рекорды на дистанции, я считаю, что это, ну, круто, круто, да, то есть можно там и по 50-60 киллов за 7 минутку давать, и в той же TDM-ке, да, с соткой уже у вас там на 20 киллах максималки ничего не закончится, вы там уже можете и 40 стараться в соло давать, если у вас там, например, команда не особо жестко тянет, поэтому я позитивно смотрю на эти вещи и надеюсь, что в дальнейшем, может быть, даже начнут возвращать время старых матчмейкингов, да, то есть у нас как бы сократили до 7 минут, но, кто помнит, раньше вообще у нас матчмейкинговая катка была на 15 минут, но для того, чтобы делать более длительные катки матчмейкинга, нужно понимать, что, ну, было бы неплохо сделать какие-то штрафы на выход из боя, и тогда, чтобы игроки как бы не ливали, а то если делать на длительный период времени бой, то чаще всего, например, игрок запикивается, смотрит, так, карта какая-нибудь там шоссе, думает, так, ладно, эту я не играю, сразу перепикивает, там, выходит какое-то определенное количество игроков с карты и, соответственно, там, вся эта карта нарушается, либо она быстро-досрочно завершается, либо она не может завершиться досрочно, и там игроки просто не знают, что уже делать, хотя, ну, как бы, если бы был бы условный штраф за выход, то игроки бы даже, несмотря на то, что бы запикивались бы на ту карту, на которой им не по кайфу играть, они бы все равно бы на ней играли, поэтому посмотрим, что будет с этим дальше, может быть, так и оставят 7-минутные обычные матчмейкинговые катки, но я все-таки склоняюсь к тому, что если уж начали увеличивать количество мячей, флагов, киллов и всего прочего, да, на 7-минутные матчмейкинговые катки, то, может быть, дальше пойдут и на 10-минутные матчмейкинговые бои, пойдут какие-то дополнительные эксперименты, и вместе с этими экспериментами, возможно, остановятся на новой какой-то цифре, как у нас в свое время пришли к этим 7-минуткам, поэтому поживем-увидим, но эти изменения, эти спецрежимы меня, в принципе, порадовали, я надеюсь, что также хорошо, качественно, аппетитно, сочно, нагибаторски порадует меня эти 10 ультраконтейнеров, также, ребят, ну, пишите, что вам дропают, я не знаю, молодые люди, кому-то вообще падает что-то хорошее с таких 10 ультраконтейнеров, если падает, пишите, говорите, что вот вы такой вот нагибатор, мне там теслочка на изикатке просто дропнула, там, или еще что-нибудь крутое, ну, а я открываю свою десятку и с фиолеточки начинаю, с утяжеленных конструкций на Хантер, ну, неплохо, хотя бы одно устройство, это уже не может меня не радовать, потому что последний раз я открывал 7 ультраконтейнеров, и мне не упало ровным счетом ничего, а здесь уже как минимум одна фиолеточка есть, и дополнительно еще 10 золотых ящиков, тоже неплохо, 125 ремочек, 125 мин, повышенная защитка, урончик, урончик еще на добавку, нейтра на добавку, и это последний с кристаллами, но это все равно, как по мне, неплохо, да, то есть мы выбиваем новое устройство, у меня уже остается, остается молодые люди с обычных контейнеров, 8, 8 устройств, и до сих пор, как вы знаете, иммунитета от поджога на АРС у меня нету, завангуйте, когда мне он упадет, самым последним, или может быть следующим, будет интересно посмотреть на подобного рода комментарии, если вдруг кто-то даже угадает, когда мне упадет, например, там в следующем открытии, там или в следующем фиолетовом свечении, или в самом последнем фиолетовом свечении, или там может через два открытия, там или через два фиолетовых, то есть кто погадает, угадает вдруг, вдруг угадает, я запомню, и потом вознагражу, возможно, какими-нибудь там кахтейнерами, там может чем-нибудь еще другим, может там какие-нибудь добавления, нужны молодым людям, поэтому как-то так, но могло быть, конечно, лучше, да, то есть радоваться особо нечему, но все-таки понимая, что это десятка ультраконтов, с которых мне могло упасть 10 белых, одно фиолетовое, увидеть это уже неплохо, пишите, что вам падает с ультраконтейнеров, угадывайте, также, если вам нравятся подобного рода видеоролики, открытия, плюс какая-то дополнительная разговорная часть, как сегодня, то обязательно не забывайте поддерживать видеоролик лайком, подписываться на канал, если вы еще вдруг не подписаны, также нажимать на колокольчик, дабы не пропускать новые видеоролики, ну а с вами был мистер Ванька, всем, друзья, спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok